Все остальные физические отравления, следствия отравления вот той атмосферы деструктивными вибрациями, эгоистическими деструктивными вибрациями. Вот это основа, основа всего и вся. Но всё это опять-таки, да, всё это опять-таки ходит в план Господний. И не стоит тому удивляться, старое непременно должно перебродить. Знаете, вот перебродить, что-то выкипеть, оставить нечто полезное. Вот то, что действительно может служить дальнейшим продуктом, который уже Господом берётся для закваски чего-то нового, принципиально нового. То есть, всё должно перебродить вот в этой пораженческой атмосфере. И вот в этот мир уже брошена закваска. Вот в старый мир закваска нового мира, поэтому всё вот так и в этой суете, вот в этом бедламе и происходит. Трудные наступают времена, но, как говорил Спаситель, он говорил замечательно, претерпевший до конца спасётся. Человек, ставший на путь сознательной духовной эволюции и открывшийся нисходящему потоку, нисходящей эволюционной энергии находится под защитой, под куполом божественным. Он находится действительно под защитой. Можно отравить всё и вся вокруг. Воздух можно отравить, можно воду. Воду, но Дух-то Божий отравить невозможно. Вы же его стяжаете. Он у вас защитник, он нейтрализует всё дрянь, все яды. Он духовный инитет вам преподносит. Поэтому пусть всё отравит, но вы-то имеете тот источник, который отравить невозможно. Вы им дышите, вы им живёте. Он у вас работает, он вас созидает. Вот. Понятно? Так что, беспокойтесь, не беспокойтесь, откройте вот то, что отравить невозможно. И всё. Просто, да? Я же невозможно отравить. Невозможно. Лишить вас невозможно указом каким-то. Лишить Духа Святого. Человек, который открыл, вот как будут лишать, покажите. Отрубать голову, ну отрубит, а жизнь вечная, говорю, что же, не лишишь тебя уже её. Да? Ну как вот? Вот, вы понимаете, вот вещь-то какая интересная. То, что вы обретёте, то, что уже уничтожить вас, невозможно. Лишить вас этого невозможно. А всё остальное у вас возможно лишить хлеба, воды, пищи, воздуха, кислород перекроют. Серцебиение остановят. С ума сведут какими-то СВЧ-излучениями. А то, что вас защищает, прикрывает, то, чем вы напитаны, и кем вы стали, этого лишить вас уже невозможно. Вот в этом весь фокус. Никто не властен это сделать. Он вам и врачеватель, это дух, он вам и воздух, он вам и еда, он и от астральной нечисти вас очищает, он и строитель жизни вечной. Так что питайтесь им, дышите им, стяжайте благодать, и ничто вам не может повредить в этом безумном мире, который будут травить, будут его уничтожать. Чего сделать невозможно. Остановить этот процесс невозможно. Человек со слабой, ментализированной, непосредственной витальностью, кажется нам наиболее естественным в своей простоте. Но такая естественность присуща скорее животным и находится в самом низу лестницы человеческой эволюции. Непосредственности, без вмешательства разума человек достигает вновь, лишь поднявшись на супраментальный уровень, то есть превзойдя разум и родившись в высшей истине. Вот о чем здесь речь идет. Вот это наивное детское простодушие, свойственное людям с зачаточной душой и слабо развитым эго, то есть тем, кто не имеет достаточно эволюционного опыта воплощения в земном человечестве. Это фактически поздние потомки некогда многочисленных представителей третьей коренной расы человечества, населявших землю. Вот в качестве примера можно привести остановившиеся в своем развитии представители малых народностей и племен, по сей день живущих в первобытном общинном обществе. Они благодушны, они доверчивы, но не для эволюции, абсолютно бесперспективны. Не погрешили в сласть, не нарастили души, эго у них нет такого сильного, как у нас, и души нет такой потенциальной, как у нас. А мы думаем, что вот это хорошо, то есть вот если на этот уровень опуститься, вот люди должны быть все такими. На самом деле не так, опять-таки в задумку Господа не входит, поэтому этих бедных людей всех там потравили, уничтожили, в резервации куда-то сослали, остались какие-то цирковые такие вот эти самые объединения, куда возят туристов. И то уже эти вот маленькие наивные люди уже приспособились в этом мире как-то вымаливать копеечки туристов там или еще что-то. Ну это уже другие люди. Не такими мы должны стать, не таков идеал земного человечества. Это уже проходили, это определенный эволюционный этап, это не зрелые души, которые еще не состоялись в зрелости. А зрелость опять-таки идет параллельно с наработкой эго, эгоистической структурой, параллельный рост духовной зрелости. Идет параллельно, давайте, процесс. И чтобы детская чистая непосредственность восторжествовала в развитом человеческом существе, которое разовьется для необходимой эволюционной реализации, требуется пройти долгий путь сознательной духовной реализации с обретением супраментального сознания, с обретением, как говорил Иисус, Царство Божие, в жизни вечной. И тогда вы станете как дети, говорил Иисус. Как дети в своей гармонии, в своей простоте, но уже на качественно ином уровне. Не как дикари и люди первобытных общественного устроя, а нечто другое. Вы, сознательно открывшись духом, на качественно новом этапе уже будете не добрыми, травоядными животными, да? А наиболее близко к божественной реализации существами, которые будут дробрыми, травоядными и ещё какими? Мудрыми. А? Сознательными. Сознательными, да. Сознательными травоядными. Какой смысл присутствия вот таких вот неразвитых душ и… Где? Вот эти палы. Надо уничтожить их, я понимаю. Нет, нет. Ну нет, я забыла, но есть ли какой-то смысл, что они есть? Конечно, есть, чтобы туристов возить, чтобы хоть порадовались, поглядели, какая может быть жизнь-то. Да, голыми ходят, всё нормально, а мы тут все вот переоделись вот так. Следующее положение. Нет, они в принципе, души бесперспективны. Судя по всему, это, в общем-то, закрытый такой процесс. А вы беспокоитесь о них? Нет, я не беспокоюсь. А, ну тогда хорошо. Хорошо, значит, то, что я говорил, всё, вы меня услышали. Я сегодня не беспокоюсь никогда. Ну, может, когда-нибудь, давайте так, я вам скажу, вы мне поверите. Кто его знает? Вообще, у Бога безотходное производство, так я понимаю, я так поразмыслил когда-то над этим, думаю, что он всё-таки не допускает таких отходов, он всё и утилизирует, как-то использует. Может, на каких-то других процессах они будут использованы, кто их знает. Но на сегодня вот эти анклавы такие вот из далёкого прошлого, они, конечно, обречены на вымирание. Ну, души, ну, души, соответственно, но если она родится, это душа где-то, ну, в Китае, может быть, нет, или в Таиланде. Ну, она примерно такой же будет, потому что там тоже народ вот такого усреднённого типа улыбается, радуется, нормально, не коварный, не злой. Вот хотелось, чтобы все были такие, мы бы были коварными и злыми, а чтобы нас окружали вот эти вот люди. Вот так хочется. Я иногда разговариваю с людьми, иногда говорят, вот как хорошо. А себе этот человек думает, что он тоже такой же, но он совсем не такой же, но он хочет, чтобы его такие люди окружали. Вот такие тихие, улыбались там, все подносили за бесплатно, там, чемоданы, еще там что-нибудь. Ну, когда едут туристы, вот они все там носят, вот какие хорошие люди. Для нас нехороших, вот чтобы был побольше таких вокруг нас людей. У нас тоже такое вот понимание, детское, простодушное, да, тоже на эту тему. Ну, все так устроено, как устроено, значит, так нужно. Да, да. Ну, что здесь можно сказать на эту тему, что с появлением разума эволюционный процесс затормозился, он деформировался. Деформировался. Ибо в жизни человеческих существ появилась неопределенность, появилась неоднозначность, поскольку разум искажает в виде нереальности. Он двойственен в ощущениях, в выборе своем он может выбирать одно, другое. Он всегда функционирует в категориях хорошо, плохо, да, нет. И очень легко поддается наш разум, как мы сами можем убедиться, влиянию враждебных сил, нам можно кое-что внушить, и мы в это поверим. Да, вот это такое образование. И со временем это делает его действительно извращенным. А крайняя извращенность человеческого сознания, говорит тот факт, я уже об этом упоминал, что человек способен получать наслаждение от мучения себе подобных и иных живых существ. Радость в этом получает. Это извращенность сознания, понимаете, да, в животном мире такого извращенности не существует. То есть, мы самые страшные существа, ну, не вы, в частности, каждый, но человеческие существа страшны, потенциально страшны. От них не знаешь, что ожидать. От животного понятно, что можно ожидать. От человека ты не знаешь, что можно ожидать. Никогда. От вообще-то абстрактного человека, вот помещенного вот в эту среду извращенного разума, ты не знаешь, что от него ожидать. Это факт. Смотрите, показывает, каких серийных убийц, садистов с такими невинными глазами. Он удивляется. А как так? Почему вы не поняли? Я же это сделал ради того-то, 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 а вы-то, вот глупые, ничего не понимаете, оказывается. Ты не знаешь, что ожидать от людей. Ты же как не знаешь, что ожидать от милиционера. Бегите от него, бегите сразу, с бандитом можно договориться. А это страшно. Вот я всегда, для меня закон был с юности. Не дай бог туда попасться вот так вот просто, по недоразумению, все, конец. Это самое опасное. Потому что я в них вижу, честно говоря, во многих хищников. Это очевидно, по вибрациям очевидно. Пусть они меня не любят, это их дело. Но туда идут люди, которые не состоялись как преступники, а не трусы быть преступниками. Вы поняли меня? Только не тиражируйте. Ну камера же есть, записывай. А? Камера уже записывай. Ну камера. Слава богу, я этого не увижу, что она записывает. Так что вещи вот такие. Смотрите на людей, ведь люди-то они... Ой-ой-ой. Но тем не менее, мы же их любим, да? Мы начинаем понимать, почему это и как это произошло. Ведь те правила игры, в которые мы попадаем, они... Ну не всегда кому-то удается выйти из этой игры победителем. Не всегда. Если человек не выходит вот туда, куда нужно, то он уйдет неизбежно в противоположную сторону, еще более отвращаясь вот от этого мира. Вот сегодня мы находимся действительно на стадии такой серьезной этой стадии, стадии дестабилизации, эволюционный тупик, по сути. Такое тупиковое состояние. И вот выход из него единственный. Мы работаем в этом направлении. Это должно получиться. Я думаю, что вот то, что мы видим, видим, что творится в человечестве, меняет наше представление коренным образом о человеке, как о венце творения или о существе разумном. Конечно, меняет. Меняет в корне. Поэтому начинать менять себя. Другого варианта и другого выхода нет. Однако здесь нужен не косметический ремонт. Чтобы менять себя, тут не косметика нужна, а что-то гораздо более существенное. И вот путь сознательной духовной эволюции нам эту возможность предоставляет. По-другому мы из этой ситуации выкарабкаться не можем. Иначе мы будем ее заложниками. Человек сомневается, потому что так уж устроен разум. Он видит сразу все возможности. И человеческому существу кажется, будто у него есть свобода выбора. Кажется, будто у него есть свобода выбора. Разумеется, тут же появляется понятие добра и зла. Правильного и неправильного. А за ним приходят и все несчастья. Нельзя говорить, что это дудно. Это переходный этап. Неприятный, но необходимый для полного развития. Вот мы находимся вот в этом неприятном этапе. Очень сложное время. Ведь разуму нашему изначально свойственна двойственность, стройственность. А точнее многовариантность видения окружающего мира. Каждый видит нет по-своему. У каждого свои варианты видения мира. А потому в процессе действия человека создается иллюзия свобода выбора. Рационального, как ему кажется, выбора из всех имеющихся вариантов. Вот он думает, да, я свободен выбор. У меня есть и это, и эта возможность. Это, и это, и это. Все это происходит из-за того, что он видит его в извращенном, искаженном, деформированном виде. Ему кажется, что он способен принять правильное решение. Что он способен выбрать что-то правильное, как ему кажется. То есть, это иллюзия создаётся. И при этом, когда вот есть вот эта многовариантность во всём, при этом создаётся неизбежная иллюзия. Да, неизбежно создаётся или возникают, правильно сказать, симпатии, антипатии к чему-то. Появляется понятие добра-зла. Появляется понятие правильного и неправильного. Что-то ты отсекаешь, правильно и оставляешь за собой, вот как ты это видишь. И таким образом нарабатывается структура эго. И человек, каждый, конкретно имеет свой эгоистический язык. А потому люди начинают говорить на разных языках. Каждый говорит на языке собственного эго. Поэтому люди друг друга не понимают. Не понимают. Потому что те позиции видения мира, которые свойственны одному человеку, а у другого не могут быть. Совершенно другими и тоже правильными с его точки зрения. С его ограниченной эгоистической точки зрения. У другого человека тоже своя эгоистическая, ограниченная, безусловно, точка зрения. Вот попробуйте найти какое-то приемлемое решение в дискуссии в какой-то. Никогда это не получится. Законобедно возникает путаница. Путаница на всех уровнях человеческого общежития. Отсюда проистекают, соответственно, многие беды. Словом, порочный круг. Разум замыкает нас на порочном существовании. Выхода из этого круга нет. Он не предвидится. Но надо сказать, что это и неплохо, и нехорошо. Вот то, что мы видим. То, что происходит. Это неплохо и нехорошо. Мы просто находимся в переходном периоде. Это эволюционный кризис. Неплохо, нехорошо. Кризис. Состояние кризиса, оно вот такое. Оно по-другому себя не проявляет. И остановить беспокойный путанный ум, дать возможность проявиться новому видению мира. Именно с этого начинать надо индивидуальную духовную работу. То есть, увидеть мир таким, каков он есть. Ничему не ужасаться. Понять, что в данный момент то, что происходит в мире, это закономерный процесс. Сейчас эволюционный кризис, вот он так проявляется. Поэтому нам надо успокоиться, выйти из этого порочного круга и суметь иными новыми глазами увидеть этот мир. По мере того, как устанавливается абсолютная ровность и смирение, реальность вибрации божественной, особенно вибрации божественной любви, растет совершенно невероятным образом. Даже по масштабам тела. Можно сказать, что тело теперь чувствует только эту вибрацию. Но опять мы с вами возвращаемся к тому, что непременные условия непрестанного стяжания божественной благодати или божественной любви, это абсолютное смирение, абсолютная ровность сознания. Сознание должно быть бдительным, морейшее нарушение покоя должно тотчас с вами фиксироваться и пресекаться прямо на входе, чтобы не допускать вторжения этих вибраций деструктивных в ваш активный ум. Процесс остановления ровности абсолютной, безусловно, требует времени. Это растягивается во времени процесса, времени немалого. И до тех, пока внутренний покой в вас не станет относительно, подчеркиваю, относительно стабильным, не только в уме и в анациональной сфере, но и в клетках тела, божественная благодать лишь временами будет вам давать знать о себе. Она вот выйдет вам, покажется, а потом спрячется. И только стабильность в ровности дойдет до уровня телесного сознания, тогда благодать вас будет укореняться. Постепенно, постепенно эта благодать будет нарастать, она будет фундаментально воззреть. Понятно? Только тогда, когда телесное сознание успокоится. А так вам временами будут давать эти подарки, будут давать авансы, будут конфетки показывать и убирать. Ибо укоренение негде произойти. Произойти укоренение может только на телесном, на вибрационном уровне, такое фундаментальное. Для этого тело должно успокоиться физически, не фонить. Вот оно перестает фонить, опять-таки под влиянием божественной силы. Не мы ему даем команду не фонить. Божественные силы наполняют его божественным покоем, и эта благодать нас укрепляется. Она растет, 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 растет. Как на дрожжах, может быть не спеша, но медленная, так сказать, заквасочка, но это и рост идет во времени постепенно. Укореняется уже назад, не отматывается этот процесс. Если нам, когда подарки дают, вот эта благодать предъявляется в неком вкусном варианте, потом отбирается, то теперь это фундаментальная благодать, которая постепенно нарастает, она уже не отбирается. Она только идет по нарастающей. Не быстро, но по нарастающей. Вот это замечательная вещь. То есть назад уже пути нет. Благодать уже наработанную, фундаментальную, никто отнять не может. А вот подарки отнимают. Нам хочется, чтобы подарки были бесконечные, нам говорят, потерпи, мы тебе даем вот этот свет. Он вышел, значит еще Господь тебя не оставил, все, теперь жди во времени дела, не спеши. Получишь. И получаем. Я живу, точнее тело живет, словно в божественном и неизменном море божественной вибрации. Оно живет, словно плывет. И даже в моменты, которые обычно называют физической болью, даже когда испытываешь моральные страдания, даже несмотря на всевозможные осложнения, а их слишком много, и вещи неприятные для нашего ментального восприятия, это море вибраций божественной любви. Ничем не омрачаемая радость просто существования, вот просто существования, вот радость, что ты просто есть, как факт. Это как раз и есть жизнь тела, жизнь тела в неизменном океане вот этой единой вибрации божественной любви. Стабильность этого состояния не нарушается ни физической болью, ни всевозможными внешними какими-то эксцессами, неприятностями, осложнениями. Земная жизнь-то ими полнится, да? Так вот это чудо, которое невозможно передать словами. Лишь люди, которые испытали вкус этого состояния, могут утверждать, что Господь отнюдь недалеко на небесах, нигде-то там в недосягаемости. Он здесь, на этой земле, Он в твоем теле, вообще Он повсюду. Это становится непреложным фактом. И как сказал Спаситель, Царствие внутри вас и вне вас. То есть ощущение присутствия этого высшего начала и в тебе, и в том самом распространившемся повсюду новом тонком вибрационном образовании, и вы ощущаете, что оно вне вас, и не только в вас. И вот это ощущение происходит тогда, когда ваша истинная сущность действительно отождествилась с окружающим миром, что действительно в пористости энергетической ты ощущаешь присутствие этого Царства не только в себе, как вот в объекте, да? Вот когда душа, мы называем это обретением Царства Божьего, но оно и повсюду, повсюду. Ибо каждая вибрация, которую ты ощущаешь, как вибрацию Божественной любви, об этом тебе сигнализирует. Это ощущение непридумки, это не слова просто «Царство Божие внутри вас и вне вас». Ну, человеку прагматичному, материалисту, ну да, я, говорит, понимаю, это всё вокруг, конечно, всё из Бога, вот, ну да, вот, это мне понятно. Ну, понимаете, что он ничего не понимает, естественно, потому что понимание приходит только в переживание. Здесь теория, неуместно соглашаться с теорией. Если вы соглашаетесь с теорией, то вы ничего не понимаете. Скажите, да, я пока не понимаю, если есть путь, как это открыть, я готов пойти по этому пути. Но с этим просто согласиться или не согласиться, наверное, глупо, да? Вы поняли, в чём заковерка? Можно согласиться, теоретически. Ну, надо сказать, ну, я не знаю, может, это не так. А тебе говорят, ну, вот, попробуй, вот, сделай так. Вдруг почувствуешь, что это есть. Если пойдёшь, так сказать, попробуешь, получишь, вкус почувствуешь. Нет, ну, нет, можешь верить, не верить, вот этого не убудет ни Царство Божие, ни тебе. Ну, тебе-то, может, и убудет, но кто его знает, человек не верит в это, что ему убудет. Если бы я не держала тело под контролем, говорит мать, я бы постоянно улыбалась, как идиот. Всему улыбалась. Блаженная улыбка на любое событие. Этого нет, поскольку я держу всё-таки себя в руках. Вот когда вот это новое состояние, вибрационное состояние благодати полностью овладевает вашим существом, то вот эта блаженная улыбка идиота, радующегося просто существованию в Боге, если её не сдерживать, станет для окружающих поводом, чтобы отнести тебя к стану сумасшедших. Вот улыбаться действительно хочется. И вот когда я в своё время духовное рождение это претерпел, и родилось у меня это нечто, ещё не во всей благодати, не в той, которая потом уже укоренялась во мне, вот этот был фонтан этой благодати, я, наверное, месяц улыбался, как идиот. И мне всё время дома говорит, что ты улыбаешься, ты что, с ума сошёл, что ли? Чему радуешься-то? Всё вокруг так плохо. А я улыбался. Просто вот то, что было во мне, оно улыбалось. Поэтому я так стал постепенно это немножечко туда убирать, да? Ну, пришлось. И вот мать-то, когда в неё вся благодать-то возобладала, в полной мере во всём существе, уже после духовного рождения, 40 лет прошло, у неё мы же с вами говорили, что она бездельничала в долгое время. И вот она говорит, теперь я вот этой улыбкой идёт, улыбаясь, а все думают, что я в старческом маразме, поэтому я вынужден это прятать. Прятать. А хочется улыбаться, потому что вот это благодатное состояние, оно в улыбке проявляется. Не в маске такого, ну, что ли, мрачного отношения к миру, не в маске трагика. Вот, знаешь, трагический маск, когда вниз вот это всё опущено, да? А вот когда вот кверху, вот эти греческие-то маски, да, театральные. Вот, поэтому, да, вот думаешь, когда улыбнуться, а когда всё-таки сдержать улыбку. начинаешь думать, а то, знаете, так, ведь подёжки встречают. Сложно не улыбаться, невозможно. Внутри всегда улыбаешься. Никуда деться-то не может. Внутри. Вот я улыбаюсь, когда, совершенно точно, когда расслаблен, остаюсь один на один с собой, я всегда улыбаюсь. Я ловлю себя на это. Ну, это один дом. А так, когда выходишь на люди, там уже всё по-другому. Тут уже какой стереотип маленький наработался. Вот тут нужно коррекцию маленькую вносить. Вот чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, и всё. Потому что внутри-то она не исчезает, а тут надо немножко так её сдержать капельку. И всё. Всегда одно. На всё твоя воля, Господи. Господи, я готова на всё. Вот тут надо особо сказать о теле матери. Тело матери с возрастом, безусловно, претерпевало серьёзные возрастные изменения, ведь она стала на путь сознательной эволюции, то есть начала сознательно или основательно, правильно сказать, стяжать эту божественную силу в возрасте далеко за 70 лет. А потому начало телесной трансформации сопровождалось у неё многими неприятностями на клеточном уровне, физиологическими расстройствами, но тем не менее клетки тела, как она говорит, вкусив однажды вот эту божественную благодать, вкусив однажды этот нектар при нисхождении супраментального света, они полностью обратились к Господу, и сами клеточки взывали к Нему, они вот это повторяли непрестанно мантру «На всю волю твоя, Господи». Действительно, с какого-то момента, когда сходы этой супраментальной силы учащаются, в основном это убивает перед засыпанием, тебе хочется, чтобы все клетки вот были ей напитаны, хочется ей открыться, открыться, вот ещё, 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 прям тянешься вот так, чтобы она вот в тебя входила, она сколько надо вошла, потом всё схватит, потому что передозировка тоже ведь вредна, поэтому то, что отпускается телу энергетически вот свыше, оно ему не повредит, но выполняет ту необходимую работу, которую должно выполнить. Вот, лишнего не даётся, и всё вот так сбалансировано очень чётко, ничего лишнего не бывает, не бывает. Я никогда не скажу людям, это просто прогулка, ничего себе прогулка, я говорю, это очень тяжело, но лучше говорить правду, верно? Победа бесподна, но я говорю ровно столько, сколько может вместить наше бедное мышление. Надо сменить направление, от нас только и ждут, чтобы мы перестали бродить в жизни по кругу. Но сменить направление жизни, перестать ходить по кругу, по кармическому кругу, перевоплощению, очень-очень сложно, особенно людям эгоистичным, поскольку им приходится коренным образом, или придётся коренным образом, менять, менять привычный годами сложившийся уклад повседневной жизни, но человек, который имеет духовно дар, духовно одарённый человек, просто обязан это сделать, в противном случае он не отдаст Господу долг, и вся его жизнь пойдёт на смарку, в прямом смысле этого слова. И он в очередной раз вынужден будет вернуться на землю, чтобы в ещё более сложных условиях пройти без того нелёгкий курс этой кармической педагогии, кармического обучения. Так что надо торопиться нам с вами, если мы ещё на распуте находимся, реализовать свой духовный талант, став на путь сознательной эволюции, которая сегодня является действительно единственным вариантом реализации своего духовного потенциала. И в работе на пути, в работе на этом пути, безусловно, встречаются многие трудности. Сегодня все эти трудности хорошо известны, все абсолютно хорошо известны, ничего нового появиться уже не может, и что самое главное, есть действенные практические рекомендации по преодолению этих трудностей. Самое важное, так сказать, знать, как их преодолеть, и сегодня понятно, как это сделать. Ещё следует помнить, что Господь, вот тот, кто ведёт нас по жизни, Он никогда не допустит, или не преподносит, вернее, нам трудностей, которые мы не в состоянии перенести или преодолеть. Такого не бывает. Всё строго дозировано. И чем раньше мы начинаем сознательную духовную работу, сдаваясь этой высшей силе, тем меньше трудности нас ожидает, потому что меньше накоплений возрастных мы имеем, вот разного рода неприятностей, которых мы долгое время наживаем, упорно сопротивляясь эволюции. Как можно раньше, конечно, надо вставать на путь. А тот, кто думает, что духовная работа заключается только в эстетических переживаниях, вот этой несказанной радости, вот такой феерической, тот заблуждается. Вот эта ничем не омрачаемая радость существования в Божественной приходит как естественный результат по мере вашего продвижения по пути. Время нужно, чтобы это пришло, как естественный результат. А до этого трудности, для этого откаты, до этого подарки от Господа, потом подарки отбираются, много чего встречается, но в конечном счете результат благодатный, фундаментальный благодатный результат.